Не привыкла я под вечер начинать снимать для вас видео, решила спонтанно, вспомнила, что сегодня у моего племянника день рождения, поэтому мы с вами вместе пойдем туда. Только сегодня распаковала и просто не могла вам не показать, мне настолько понравилась эта пижама, ее качество. Оставлю вам ссылочку, но скорее всего ее уже в наличии не будет, потому что этот бренд, его снимают с трендиола, и я на супер скидки, на супер распродажи успела себе урвать всего за 22 моната. Все зависит от того, когда я выложу влог, если я его успею смонтировать и выложить сразу, то скорее всего эта пижама еще будет в наличии, но сейчас остался только XS и S, я себе взяла S. Теперь я делаю макияж исключительно за этим столиком туалетным, мне он очень-очень нравится, я безумно довольна, но естественно надо еще купить какой-то пуфик или классный белый стул. Пока что у меня руки не дошли, поэтому обходимся вот этим стулом, который обычно у нас стоит в гостиной. Единственный, кстати, момент, который необходимо докупить, здесь не хватает освещения, то есть получается я в этом углу в темноте делаю макияж, поэтому мне нужен какой-то светильник или возможно небольшое приспособление, дополнительное освещение обязательно в этот уголочек. Сейчас просто со скоростью света, надо сделать макияж, причесаться, одеться, потому что времени у нас очень мало и я должна признаться, что я забыла про день рождения своего племянника. И вы знаете, даже увидев торт в истории у жены брата, и даже в тот момент я не сообразила, что день рождения у племянника, вдруг мама мне напомнила, уже время было около шести, мама напомнила, что у племянника моего, у Эмильчика же сегодня день рождения, потом я как ни в чем не бывала, позвонила, поздравила и говорю, не волнуйте, мы будем. И хорошо, что она сказала, что они собираются не в шесть, а где-то в восемь, поэтому у нас с вами есть еще время. И за это время я решила нарядиться и немножко поснять для вас контент. Недавно, где-то дней 10 назад в своем азербайджанском инстаграме я вам показывала и рассказывала про эти кисти от Real Techniques. Это оригинал, заказывала я их из Турции, я их заказывала на подарок, удачно подарила, и моя подружка осталась безумно довольна. Я решила заказать себе тоже, и на удивление, в течение недели я получила свою посылочку тоже, посмотрите, какая красота просто. Это популярный бьюти-блендер и самые необходимые кисточки. Вообще, я всегда стараюсь дарить такие подарки, которые была бы рада получить сама. И понятное дело, кисточки, это прям самую точку. Я знаете, что думала? Когда заказала, я думала, если коробка придет помятая, то обязательно оставлю себе. И как назло, коробка пришла не помятая, мне пришлось подарить, но, естественно, Айка заказала себе тоже такой же наборчик, один в один. И здесь есть эти знаменитые бьюти-блендеры. Честно, обычным китайским спонжем я никогда в жизни не пользовалась, и не знаю, какой он в применении. Я решила сразу попробовать оригинальный. Здесь даже две штуки. И впервые в жизни нанесу тон именно бьюти-блендера. Я его намочила, девочки, посмотрите, какого размера он стал. Нам есть с чем сравнить. Вот, до и после. Правда, на видео не совсем видно разницу, но прям разница огромная, честно. Это такой мягенький. В качестве тона сомневаюсь между двумя вариантами. Это либо Миша Биби Крем, но он совсем не Биби, на самом деле очень плотное покрытие, но мне очень нравится. И второй вариант, NYX, который я хочу закончить. Он слишком светлый, этот слишком темный. Даже не знаю, наверное, смешаю их вместе и нанесу. Сейчас это, наверное, прозвучит максимально странно, но в один период моей жизни для меня эти кисти были моей мечтой. Я была подростком, еще тогда они были популярны. И самое главное, был популярен этот бьюти-блендер, но его нигде не было. Сейчас посмотрим, на что он способен. Но то, что он увеличивается в два раза и становится просто огромный, супер мягкий, естественно, я это могу подтвердить. Обзорщик продуктов каких-то из меня вообще не путевый, на самом деле. Но я думаю, что этот продукт и не нуждается в каком-то пиаре. Уже можно сказать, у всех просто он был, блин, как круто наносится, вау! Я как это, как первобытный человек, который никогда в жизни не пользовался подобным продуктом. Мне всегда было очень удобно наносить любые продукты на лицо просто пальцами. Кисточки и все эти атрибуты для меня, я не знаю, для меня они были неудобные. Но в последнее время у меня столько тональных, которые я хочу закончить. И я понимаю, что если я их буду наносить пальцами, это максимально экономно. И они не будут у меня заканчиваться на протяжении долгого периода. И срок истечет, и мне придется просто их выбросить. Поэтому пора переходить на какие-то вспомогательные приспособления. И вот я начала пользоваться кисточкой и настолько привыкла, что теперь мне очень нравится наносить тональной именно кистью. Теперь мы переходим на новый уровень. Теперь у нас бьюти-блендер. Кто мне постоянно пишет? Встаньте от меня. Вообще, который раз убеждаюсь, если есть какие-то продукты супер распиаренные, в 95% случаев это действительно достойные продукты. Потому что мнение всех блогеров в целом ты не купишь. Если все прям как один твердят, что продукт хороший и стоит вашего внимания, его стоит все-таки прикупить. Но в любом случае, у меня всегда это работает так. А этот я оставлю пока что чистенький на запас. Господи, на что я похожа. Освещение оставляет желать лучшего, но одеваться некуда. Контакт мне все-таки снять для вас хочется. И я беру дальше свои новые кисточки. Беру вот эту кисть. Буду ее использовать для пудры. По-моему, это кисточка для румян. Но мне удобнее вот так вот пользоваться ею, как для пудры. Я хочу просто весь макияж сделать этими кистями. Двигаемся дальше. Дальше я беру вот эту кисточку. Ею я буду рисовать себе скулы. Я буду делать... По-моему, это та палетка. А, нет. Перепутала. Это тени от Makeup Revolution. Давно их покупала. Но пигментация какая-то, знаете, не очень. Когда только купила, я была в восторге. Но потом в процессе использования, когда у меня появились другие палетки, я поняла, что качество такое себе. И вот у меня есть такой еще и скульптор классный. Он супер-супер пигментированный. Поэтому его нужно совсем чуть-чуть. Я знаю, что у меня очень много зрителей, которые не очень любят подобный формат видео. Им только мукбанки подавай. Переборщила. Вот так и знала. Капельку просто берешь и все. Пятно. Румяна вообще. Бронзер. Я не люблю супер-пигментированные. Потому что я не знаю меру. Весь процесс макияжа я, наверное, снимать для вас не буду. Просто хочется отметить. Реально кисточки достойные внимания. Если у вас в городе тоже они продаются, обязательно возьмите. И обязательно оригинал. У нас часто продают под именем оригинала подделки. Поэтому будьте аккуратны, бдительны. Вот этой вот палеткой буду делать совсем легенький макияж. Что касается подарка, естественно, мы ничего не купили. Поэтому дарить будем денюжку. А вообще, я считаю, что самый лучший подарок, который можно кому-либо подарить на день рождения, мне кажется, это деньги. Пусть человек сам решит, что ему больше нужно. Потому что подарок ты можешь не попасть. Хоть и не всегда, но частенько я пытаюсь дарить именно денюжку. Еще я, кстати, очень люблю согласовывать подарки, если для тебя это близкий человек. Я считаю, что нет ничего зазорного в том, чтобы спросить, что человек хочет на день рождения или на любой другой праздник. Последний штрих. Духу. Ужас. Что это за аромат? Запах деклофоса. Плохо? Конечно. Я просто много нанесла. Я задыхаюсь. Так, мама меня торопит. Мама говорит, сколько можно возиться. Ты уже целый час здесь. Я говорю, я контент делаю. Я рублю бабки. Женщина это не понимает. Сейчас. Сейчас надо выбрать помаду. И нужно сделать это супербыстро, потому что мама сидит и прям конкретно злится, что я двигаюсь очень медленно. И когда мама сидит с таким выражением лица, я двигаюсь еще медленней. Так, помада. Какую помаду взять? Шиммерной не хочу. Ладно. Давайте вот эту вот от Мэйперин. И нужно подобрать карандаш. А где Мэйкарандаш? Мам, ты не видел Мэйкарандаши? Так. Что у меня, знаете, супер хорошее какое-то настроение. Не к добру. Не к добру это все. С мамой чуть не поругались, не подрались в прихожей. Она говорит, что надей куртку, шапку, не знаю, шарф и так далее. Я ей объясняю, что мы выходим из этого подъезда и заходим в соседний. Она говорит, ну и что, все равно на улице всего 5 градусов. Холодно. На день, говорит. Мало ли что. Сиденье холодно сегодня. Холодно, да. Сегодня плюс 5. Когда мы пришли, уже все были в сборе. Обычно такие тортики бывают очень красивые внешне, но реально невкусные. Но в этот раз тортик был безумно вкусный. Также моя племяшка забыла вам снять прям рядом. Вот этот тортик, который на втором плане, его приготовила моя племяшка. И так круто, что у ребенка есть к этому интерес. Смотрят разные кулинарные ролики в ютубе и готовят такие прикольные тортики. Люди вокруг все ноют. Сейчас молодежь не та. Интернет испортил молодежь. Я бы не сказала. Сейчас подростки очень толерантные. Когда я была школьницей, все было абсолютно иначе. Возможно, из-за того, что детям было просто нечем заняться. То же самое касательно моей племяшки. Она абсолютно круглая отличница. Умеет готовить. Очень милая. С ней приятно общаться. В общем, очень много положительных эмоций я получаю просто, когда ее вижу. А вот этот тортик понравился всем. Он с бананами. И бананов положили реально щедро. Очень много. Безумно просто вкусно было. Сейчас пересматриваю эти кадры. Сейчас хочется покушать этот тортик. Возвращаюсь к вам спустя неделю. Может, даже чуток побольше. Сегодня мы едем в деревню. И события не из радостных. У мамы скончался дядя, с которым связано очень много воспоминаний, которые мама периодически мне рассказывала. Каждый раз она шла с ночевкой к ним, оставалась. Они очень тесно дружили с двоюродными братьями, сестрами. И, можно сказать, ее детство прошло у этого дяди дома. Сейчас он скончался на 97-м году своей жизни. Если честно, он определенный период болел. Потом выздоровел. И все думали, вот, хорошо выздоровел. Но, к сожалению, внезапно произошло это событие. У нас у мусульман сразу же хоронят на следующий день до 12. Поэтому мы не успели именно в момент погребения. Поэтому мы едем на 3 дня. И, получается, эти 3 дня попали на пятницу. Пятница это женский день. То есть, приходят поминать именно женщины. В четверг приходят мужчины. Приходят и родственники, и соседи, и вся деревня. Поэтому мы едем туда. Я, к сожалению, с этими родственниками никогда не была знакома. Так произошло просто по жизни. Не могу сказать, что мы с ними как-то не общаемся и так далее. Дело просто было в том, что мы росли в разной атмосфере. И поэтому не довелось нам как-то тесно общаться, к сожалению. Но, несмотря на то, что мы познакомимся не в очень приятной атмосфере в момент похорон, все равно мне будет очень приятно узнать своих родственников. Должны были выехать совсем рано, но у нас это не получилось, конечно же. Поэтому потихоньку буду собирать вещи. А еще я должна распаковать посылки, которые заказала с Юмико. Вам их обязательно покажу, но ссылочки оставить не смогу. Потому что это все товары, которые я покупала на флешер с продажи. И большинство из этих товаров уже либо нет, либо уже не по той цене, по которой я купила. Но там очень много всего выгодного. Время от времени заглядывайте туда тоже. На самом деле времени у нас с вами очень-очень мало. Сегодня мы выезжаем, но я просто хочу вам показать свои покупочки. Я помню, мой канал как раз-таки начинался с покупок. И, кстати, развивался тоже неплохо. Потом я решила снимать мупанки. И все пошло-поехало. Но иногда во влогах мне хочется показать вам, что же я купила. Цены намного дешевле, нежели в обычных магазинах. Взяла себе вот такой крем для рук. Распаковываю вместе с вами. Это значит, что у нас получается от Farmstay. Крема для рук много не бывает. Поэтому на запас взяла себе вот такой тюбик. Я даже не посмотрела на объем. Взяла себе. Оказывается, здесь 100 мл. Я думаю, хватит надолго. Очень милая упаковочка. Да и выбор там был просто огромный. Я решила взять этот. Вторая посылочка. Перед Новым годом, кстати, я тоже делала заказ. Не знаю, наверное, связано с тем, что попалась на праздники. Так получилось, что я совершила, получается, заказ. Мне его не доставили. И просто заказ сам по себе отменялся. В общем, взяла вот такую сыворотку для лица от Seven Days с чайным деревом. У меня вот эти входовые штучки так быстро заканчиваются. Нежно-зеленый цвет, разные мыли. Я решила взять вот такую сыворотку. Наверное, буду использовать ее под макияж. Очень приятная упаковка, красивая, эстетичная. Я на это все дело ведусь. И вот здесь небольшая такая пипочка. Пару капелек на лицо. И все, можно наносить тональной. Стоила такая красота, по-моему, что-то в районе 18 монат. Но в любом случае, я покупала на распродаже. Что-то покупала со скидками, что-то по полной стоимости. Вот это, кстати, гидрофильное масло. Это просто находка. Мне настолько понравилось им пользоваться. Кто-то в комментариях мне как-то написал, что Айка, обязательно смывай косметику правильно. Используй гидрофильное масло. И вот после этого я себе взяла этот комплимент. Он у нас обычно в магазинах стоит что-то в районе 13 монат. Но я его там покупаю за 8. То есть разница просто огромная. Поэтому я сразу взяла себе на запас. Разные на пробу. Не знаю, какая мне понравится больше. Самое главное, кстати, надо проверить срок годности. Шипоголик это в сердце. Так, я вскрывать, пожалуй, все не буду. Так вам покажу. Они разные. Но мне кажется, плюс-минус свойства одни и те же. Взяла все 4 варианта. И вот такой объем мне хватает где-то на год. Я сначала макияж смываю гидрофильным маслом. Затем гидрофильное масло я снимаю умывалкой. Я заказала ее с Трэнд Йол от Биодерма. Когда придет, обязательно вам покажу. Это на самом деле очень удобно. Заказываешь те средства, которые тебе нужны. Я лично не люблю по каждой мелочи бегать в магазин. Поэтому для меня это отличное решение. И давайте перепроверим срок годности. Так, все замечательно. Никаких проблем нету. Это я уже вскрыла. Как вы думаете, что здесь? Посмотрим, насколько хорошо вы меня знаете. Девочки, сказать, что я в шоке, просто ничего не сказать. Всего второй раз я делаю заказ на огромных скидках у Бэйль. И в прошлый раз они мне поставили тестер. Причем не тестер, а полноценную помаду в подарок. Ну вот как у них потом не покупать? А сейчас, получается, я купила две вот эти помады. И мне положили блеск для губ в подарок. Очень такой своеобразный, конечно, оттенок. Но он такой достаточно прозрачный. Буду обязательно пользоваться. И положили мне к нему вот такой вот красивый карандашик. Сейчас давайте сделаю. Вау, карандашик идеально подойдет под помаду, которую они мне положили в прошлый раз. Казалось бы, конечно, мелочь, но это настолько приятно, что хочется опять сделать заказ и что-то обязательно у них опять прикупить. Цвет достаточно носибельный. Самое главное, две помады, которые я купила. Одну я купила на подарок, другую для себя. Обе плюс-минус одного оттенка. Вот такой вот красивый, насыщенный цвет. Оба цвета очень красивые. Вот этот я брала себе, этот на подарок. Давайте сделаем сводч именно тем оттенком, который я взяла себе. У меня же помад нет, надо было взять. Но не удержалась. Плюс еще они кладут такие подарочки. Пойду еще что-нибудь от Белль обязательно куплю. А это я купила на подарок. Твиксика мы решили не брать, потому что мы дома почти находиться не будем. А чем он просто будет сидеть в переноске в машине, пусть лучше посидит один день дома без нас. Я ему наложила вроде и корма, и водичку в нескольких местах. Надеюсь, ничего с дурачком не произойдет. И все будет замечательно. Справится, малыш. Меня поймут только те, у кого тоже есть животные. Ну как оставишь такого сладкого мальчика, сладкого-сладкого, сладкого-сладкого. Бублик. Беру просто косметики по минимуму, потому что всего на один день. Моя любимая тушь. Уже по традиции всегда вам показываю, что беру с собой. Тушь от Essence моя любимая. Она уже заканчивается. Тональная от NYX в оттенке Alibuster. И у меня, кстати, есть вот эта помада. Почему-то каждый раз, когда я еду в деревню, я всегда беру только ее с собой. Не знаю, почему так получается. У меня уже ассоциация с этой помадой деревни. То есть деревенская помада. Летом, когда не ехала в деревню, всегда брала эту помаду от Evelyn в оттенке 430. Обязательно оформляем бровки. Без этого никак, потому что мой микроблейдинг уже стерся. И половина брови у меня просто нет без макияжа. Поэтому каждое утро бровки обязательно нужно рисовать. Я это делаю вот этими тенями от Golden Rose в оттенке 04. Очень крутые тени. Мне их визажист посоветовала. Ну и спонжик Beauty Blender. Я долго искала идеальные косметички. Взяла 4 косметички за 4 моната. И вот я взяла средний размерчик. Все это поместим сюда. Если хотите, ссылку на эти косметички обязательно оставлю внизу под видео. У меня, знаете, такое странное состояние хронической усталости. И мне так хочется лежать, не хочется никуда ехать. Если бы была возможность, я бы перенесла эту поездку. Хотя бы на пару дней позже. Но, к сожалению, такой возможности нет. Ну и в качестве сумки в кои-то веке я возьму эту сумку. Хотя она вообще не подходит под мой лук. Но она очень вместительная. И как раз мне надо минимальное количество вещей. Поэтому я большую дорожную сумку брать не буду. А просто помещу сюда. Здесь внутри есть также косметичка. Покупала я эту сумку давно. Потом, кстати, пожалела. Потому что это немного не мой стайл. Не могу сочетать ее с какими-то вещами. Но сейчас вот для поездки будет самое то. По дороге купили курочку-гриль. И такой аромат стоит просто в салоне. Это не передать словами. Это настолько приятно пахнет, что я еле держусь реально. Мы зашли в рандомный магазин. И там взяли обычную курицу. Но нам ее так упаковали. Разрезали. Сверху там и бычок, сумак и все дела. Твиксик у нас бедненький. Остался дома. И за двух дней неохота было его таскать сюда. Плюс ему, кстати, нужно купить новую переноску. Скорее всего, я буду заказывать из Турции. Потому что там значительно дешевле. Просто почувствуйте эту атмосферу. Курочка, конечно, это отдельный вид искусства. На улице, конечно, прохладно. Но не так холодно, как было вчера. Я и действительно надеялась, что сегодня будет не так холодно. Вчера у нас даже был снег. Представляете? Но кто подписан на мой инстаграм, тот наверняка уже давно в курсе. Вы просто не представляете, насколько я голодная. И еще плюс горячий хлеб. Этот кусочек я отрезала и дала собачке, которая была около супермаркета. А она есть места. Вот представляете? Быстренько с мамой затопили печку. Ждем. Просто очень-очень холодно. Но мне даже кажется, на улице теплее, чем в помещении. Я, кстати, в этом худи. Каждый раз, когда мы идем на похороны или на какие-то такие мероприятия, мама мне всегда говорит, что не обязательно одеваться в черном. То есть достаточно просто какие-то темные вещи. И мы идем. Я вижу, что там все просто в черном, кроме меня. И в этот раз то же самое. Я спрашиваю мамы, надо ли носить черное. Она сказала, что да нет. Вроде никто не носит, не обращая внимания и так далее. Можно просто надеть что-то темное. Я была уверена, что и завтра мы пойдем. И там все будут в черном. Поэтому я взяла с собой черное худи. Такое, знаете, длинное, теплое. Как раз для подобного мероприятия. Там будет очень много родственников, которых я не знаю. Никогда не видела. Потому что все-таки дальние родственники. Иногда бывают дальние родственники. Вы очень тесно общаетесь. В этом случае, к сожалению, не так. Можно сказать, там я никого не знаю. Но все равно у нас так принято. Не важно, близкий родственник ты или дальний. Если даже на свадьбу ты можешь не успеть. На похороны обязательно присутствовать стоит. Но обычно поминают на третий день. И как раз-таки третий день попадает на пятницу. И поэтому мы приехали именно, чтобы быть на третий день поминок. Даже чай еще не успел закипеть. Но мы очень голодные. Сейчас вот быстренько накрыли на стол. Здесь у нас рыбка, которая была в городе, которую мы привезли. Курочка непосредственно. Очень классно пахнет. Я уже приступаю. Приятного мне аппетита с горячим хлебушком. Спасибо. Спасибо. Спасибо.